Привет, друзья! Сегодня у меня в руках новая модель всеми известной компании, а именно 70 Maya A400. И, что удивительно, он имеет яркие цвета в своём ассортименте. Чёрный, красный и слоновая кость. Мне досталась вот такая красная прекрасная версия. С какой целью их стали раскрашивать, я не понимаю, ведь подобные устройства, наоборот, стараются сделать менее заметными. Сегодня вы знаете, чем меня порадовал этот гаджет, а чем крайне огорчил. И я думаю, что вы точно сможете сделать выводы, стоит ли покупать данную модель. И, кстати, одну из таких моделей мы разыграем среди всех подписчиков нашего телеграм-канала. Обо всём этом подробнее расскажу чуть позже. Заводская упаковка представлена в виде картонной коробки, которая закрывается дополнительным вкладышем. Комплектация достаточно богатая, собственно, как и всегда. Первым в руй попадается небольшой конверт. Там мы видим несколько комплектов двустороннего скотча, практичные плёночки для удобного крепления и, конечно, инструкцию. Как к основному устройству, так и к дополнительной камере заднего вида. Вот так выглядит упакованный комплект под конвертом. Сам герой этого выпуска и камеры заднего вида. Но давайте вернёмся к ним чуть позже. Рядом коробка уже со знакомым по другим моделям комплектом. Зарядное устройство, прикуриватель, кабель питания для основного регистратора, как обычно, microUSB, второй длинный кабель для камеры на заднее стекло и лопатка для прокладки проводов. Итак, внешний вид регистратора представлен в виде квадрата с объективом и динамиком в передней части, который любезно информирует о большинстве операций женским голосом с небольшим акцентом. Объектив в передней части имеет возможность наклона, а вот сам корпус регистратора не может похвастаться быстросъёмным соединением. Его в принципе нет. Прямо на основном блоке расположен уже наклеенный двусторонний скотч. То, что регистратор нельзя поворачивать и так, понятно, а вот удобно это или нет, пока не скажу, но однозначно как-то необычно. Кстати, основные характеристики сейчас вы можете увидеть на экране. В целом ничего необычного для бюджетного сегмента. 30 кадров в секунду маловато, но сейчас так делают большинство. В принципе, всё крайне просто. И почему бы и нет. Управление и все разъёмы вынесены на боковые грани. Слот под карту памяти прикрыт резиновой заглушкой. Перемещение по меню камеры осуществляется с помощью кнопок в нижней части. В целом управлять удобно, но нужно привыкать. Для тех, у кого были предыдущие модели компании, проблем в управлении не будет от слова совсем. На обратной стороне расположен 2-дюймовый дисплей. Для быстрого доступа к информации можно воспользоваться мобильным приложением, о котором я рассказывал уже много раз. Просто имейте в виду, что здесь Wi-Fi и всё как всегда удобно. Выключение питания осуществляется с правой грани, а аккумулятор имеет ёмкость 500 мАч. И что странно, он действительно хорошо держит зарядку без питания. Кстати, дополнительно можно купить вот такой кабель, который поможет питаться напрямую от аккумулятора. Гаджет сам будет фиксировать все движения, которые потом можно будет посмотреть со смартфона в записи. Теперь перейдём к задней камере под названием RC-09. Выполнена она в стиле тубуса с поворотной частью и площадкой для фиксации на комплектных пластинах. Так же как и A400, RS-09 не имеет быстросъёмного соединения, а значит убирать камеру из салона не выйдет. Хотя по сравнению с основной версией она и не так уж заметна. Так, ну вроде всё сказал и рассказал. Пора переходить к установке. Ребят, рассказывать о том, как всё это крепится, я не буду. Я это делаю почти в каждом выпуске. Думаю, сегодня это делать не стоит. Собственно, выглядит это примерно так. Конечно, провода нужно прикреплять и проводить. В этом случае я это делать не стал. А сам регистратор, ну по крайней мере на широкоугольный, в камере выглядит достаточно неплохо. И несмотря на то, что сам форм-фактор достаточно странный, выглядит это минималистично. И мне нравится. Вопрос красного цвета, да, он остаётся открытым. Я бы так не делал, но как бы вы всё видите сами. Кстати, в самом обзоре я сказал, что объектив поворотный. Собственно, вот так это выглядит. Я забыл это показать. Его можно настроить сделать выше, чуть ниже. И это достаточно удобно и, по крайней мере, необычно реализовано. Ну и, наверное, самая приятная новость. Я уже неоднократно разыгрывал видеорегистраторы среди подписчиков. А сегодня будет всё гораздо проще. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, вам необходимо подписаться на наш новый Телеграм-канал. Вот здесь будет сейчас ссылочка. Там у нас самые актуальные автомобильные новости со всех ресурсов. Мы выбираем самые лучшие по СИМу на этом канале. Подписывайтесь на канал и делайте репост этого видео. Всё, больше ничего не нужно. Среди всех подписчиков Телеграм-канала я разыграю этот регистратор и отправлю в ваш город. По-моему, неплохое предложение. Каждому участнику желаю удачи. И, возможно, именно у вас окажется эта интересная красная моделька. Всё работает, всё функционирует. Камера заднего вида подключена. И сейчас нужно прокатиться и протестировать все режимы его работы. Ну а теперь самое главное. А400 далеко не первый видеорегистратор на тесте, и я представлял себе немного иную картинку. Разрешение 2560 на 1440 пикселей. Как и говорил ранее, 30 кадров в секунду. Днём номера считаются достаточно неплохо. Особенно на маленькой скорости. А лучше даже стоя, не выезжая из дома. Шучу, конечно. Фиксация есть, она приемлема, но если вот чуток прибавить скорость и нажать на педаль газа, всё немного печальнее. Да, может быть я действительно завысил планку после крайне дорогих моделей. Скрипя зубами, скажу, что днём картинка вполне приемлема для бюджетника. И днём всё вроде бы даже читается. Номера видны, но маленькие пересветы или резкое движение крайне портят общее впечатление. Ну и в целом картинка не идеально чёткая. В общем, какое-то неоднозначное мнение у меня по поводу этой модели. Просто смотрите картинку и делайте сами выводы. Ну и пишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Вечерняя съёмка ещё печальней. Подытожив, могу сказать, что она в целом неплохо отражает дорожную обстановку. Но какие-то детали рассмотреть крайне сложно. А если добавятся блики во время дождя, будет ещё хуже. Можно сказать, что происходит хорошая фиксация дорожной ситуации. И если пешеход будет неправ, точно всё будет зафиксировано. Это максимум. Но это моё мнение. Задняя камера, конечно, хуже основной. Их характеристики ниже. Тут разрешение 1080. Оно и понятно. Кроме того, в моём случае ещё тонировка осложняет ситуацию. Но, блин, по-моему, сейчас она на заднем стекле у 90% водителей. Поэтому воспримем такое качество, как должное, и лишь сделаем вывод, принимать его или нет. Что я могу сказать в итоге? A400 получился довольно спорным по ряду причин. Он массивный и не имеет быстросъёмного соединения. А в моём случае он ещё и красный. Данная модель очень сильно зависит от освещения. Если оно есть, то всё хорошо. Но при его нехватке появляются дикие шумы. Стоимость от 4,5 тысячи рублей за базовую версию вполне адекватна. Но могла бы быть чуть и пониже. Ну, что тут скажешь. Не каждая модель у этой компании должна быть почти идеальная. Но тест проведён, душа спокойна. А покупать или нет, каждый решит сам. Ссылку на проверенных продавцов я, конечно, оставлю в описании. А на сегодня это всё. Ставьте лайк, если вам понравился честный обзор. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал, если ещё этого не сделали. Вы были на автомобильном канале ProAuto. До скорых встреч.